Простая мысль, которую я очень хочу для вас записать. Если у вас в жизни чего-то нет, у вас есть какая-то цель, вы к ней давно идёте, может уже год, может два, три, но не получается. Может это выйти на новый уровень дохода, может это блог вести, проявляться, там набрать 10 тысяч подписчиков, 100 тысяч подписчиков, может это выйти замуж, вот что-то у вас есть, но не получается достичь цели. Возьмите блокнот и ручку, напишите свою цель, напишите через «я хочу», да, как желание. «Я хочу выйти на доход 100 тысяч рублей». «Я хочу выйти замуж», «Я хочу большое окружение». Какая вот у вас цель есть такая заветная, которая никак не получается достичь. Дальше мы будем смотреть её через вторичные выгоды, потому что абсолютно всё в мире реально, если вы сами себе это разрешили. Если это есть в вашей голове как цель, значит это точно может быть в вашей реальности. Ну мы просто не допускаем в наше поле то, что для нас недостижимо и невероятно. Поэтому если это ваша цель, значит она точно уже могла сбыться и не раз, но этого не случилось, а значит вы сами себя ограничиваете. Ни кто-то другой, ни люди вокруг, ни обстоятельства, а вы сами и ваши вторичные выгоды держат вас в вашей точке А. Что будем делать? То есть пропишите свою цель ручкой в блокноте «Я хочу» и дальше «Что вы хотите». Потом пропишите 10 причин, что вам мешает, почему у вас этого нет. Что мешает, что первое приходит в голову. У меня там нет денег, чтобы купить рекламу, например, если вы хотите большой блог. У меня нет клиентов, мне не покупают. У меня там семья, нет времени. Я саботирую. Что мешает, какие внешние обстоятельства, факторы. Как вы сами считаете, почему цель не достигли. И после этого мы идем глубже, мы спускаемся на уровень глубже. И мы уже сами понимая, что цель не сбывается, только когда мы сами себе какие-то преграды ставим внутренние. Мы это можем не чувствовать, не осознавать, но внутренне мы себя блокируем. И следующим списком мы пишем 10 причин, почему мне выгодно, чтобы эта цель не сбывалась. То есть 10 каких-то наших страхов, опасений. Например, я не хочу больше работать. Да, я хочу зарабатывать миллион, но я не хочу больше работать. Я не хочу быть дома и заниматься бытом, например. У вас может быть цель выйти замуж, и у вас может быть на самом деле такая выгода. Я хочу реализацией заниматься, и мне кажется, если я выйду замуж, у меня не будет столько времени. Здесь уже подумайте в контексте своих ограничений, своих вторичных выгод, почему вам на самом деле может быть выгодно, чтобы цель не сбывалась. Например, когда я не зарабатывала миллион, у меня было очень сильно ограничивающее убеждение. Я люблю смотреть сериалы как досуг. И мне казалось, что люди, которые зарабатывают миллион, ну они уже точно не смотрят сериалы. То есть я боялась, что у меня не будет времени смотреть сериалы, если я буду зарабатывать миллион. Конечно же, это абсурд, но такие вот убеждения важно отслеживать, потому что это как ловушки, именно они не дают нам зарабатывать. Тоже пропишите список 10 пунктов. И дальше, следующим пунктом мы всё это соединяем. То есть мы прописываем 10-15 предложений, которые начинаются с нашей цели. То есть мы повторяем свою цель, и во второй части мы себе показываем, как можно по-другому. Этот список так и называется. Я хочу по-другому. И мы выбираем по-другому. То есть мы объединяем нашу цель и наше ограничивающее убеждение, только наоборот в плюс. Например, мы говорим, я зарабатываю миллион, и я при этом лёгкая и женственная. Если у вас есть страх, что вы не будете лёгкой и женственной, когда будете зарабатывать большие деньги. Я зарабатываю миллион, и у меня классные отношения с семьёй. Или я вышла замуж, и мне хватает времени на свою реализацию. В общем, всё, что вы написали в пунктах 2 и 3, после того, как вы написали свою цель, теперь всё это перепишите вот в контексте своей цели, одним предложением обязательно, да. Что-то может повторяться, у вас получится 10-15 пунктов, вот как вы выбираете по-другому. То есть можно не выбирать, можно и так, и так. Можно и много зарабатывать, и много отдыхать. Это очень классная практика, которая позволит вам найти вот эти ловушки вашего мозга, отследить и уже выбрать по-другому, и уже всё начнёт меняться, и реальность начнёт меняться. Взявите эту практику, напишите обязательно в комментариях, как вам, и подписывайтесь на канал, здесь ещё больше полезных практик.